Друзья, привет! Добро пожаловать на третью часть по постройке моей самодельной ленточной пилы. Для тех, кто не смотрел первые две части, ссылочку на плейлист найдете в восплывающей подсказке. Ну а мы начинаем, приятного вам просмотра! В прошлом выпуске мы сварили раму, сделали механизм натяжения и сброса нагрузки полотна, а также установили двигатель. С тех пор прошло уже много времени, и я решил поменять привод на трехфазный. Управлять им будет проще при помощи китайского частотного преобразователя. Так менять скорость полотна будет намного легче. Кстати, все полезные ссылочки найдете в описании. Также со стороны колонны сделаем защиту. Думаю, на этой стадии постройки она нам не помешает. Для этого используем трубу со сторонами 40 мм. А для установки полотна выполним в ней продольный пропил. Он будет со смещением и при обрыве ленты она точно не выскочит наружу. Устанавливаем в одну плоскость с колонной и привариваем, контролируя ширину пропила. Защита готова и можно примерить полотно. Я думаю, идеально. Но если при использовании полотно будет другой толщины, паз всегда можно будет расширить при помощи УШМ. Далее займемся опорой с роликовым узлом для поддержки ленты. И начнем с изготовления втулок для роликов. В качестве роликов будут использоваться самые обыкновенные подшипники. Ролики по задумке будут с эксцентриковой регулировкой. Эту конструкцию посмотрел в обзоре заводской пилы фирмы Jet. Правда, размеры там указаны не были, поэтому приходится импровизировать. Выполним накатку для удобного хвата. И сделаем сквозное отверстие с потаем под винт с шестигранником. В итоге вот такая втулка получилась. На нее будет одеваться подшипник и еще таких же нам нужно изготовить пять штук. Но это уже сделаю за кадром. Далее пальцы. Протачиваю их в диаметр 16 мм. Ну а дальше сделаем отверстие с резьбой М6 со смещением от центра. Для этого под один из кулачков устанавливаю подкладки. Таких деталей потребуется четыре штуки. Они нужны для боковой поддержки ленты. Для торцевой поддержки детали немного другие. И для их изготовления используем фрезерный станок. Также, как говорится, не отходя от кассы, изготовим шесть винтов с накаткой. Материал сталь 3, резьба М6. Ну а чтобы они не ржавели, потом завороним их в масле. В итоге, вот такой комплект получился. Для него изготовим еще две детали из этого небольшого кусочка металла. Но сначала отпилим от него пару нужных нам кусков. Примерно вот так все это будет выглядеть в будущем корпусе. Ну а теперь точная разметка и сверление. Сверлить будем в три этапа. Сначала пара пилотных отверстий, ну а потом рассверлим в нужный нам размер. Снимаем фасочки и повторяем все операции еще пять раз. Отверстия готовы. И теперь нужно срезать четверть, чтобы пальцы с подшипниками сели глубже. Как обычно, точная разметка и не менее точный рез болгаркой. Друзья, если при резании УШМ одного диска не хватило, не ставьте диск той же толщины. Это гарантированно закусит его в пропиле. Я для таких случаев покупаю пару дисков толщиной 1 мм и 0,8 мм. Такого разбега вполне достаточно для продолжения работы. И в лоб углошлифовальной машине при таком раскладе не получишь. Все огрехи реза подровняем на фрезерном. Можно это сделать и напильником, но мне лень. Далее для установки торцевой поддержки ленты сделаем паз для подшипника. Его решил сделать сквозным, чтобы стружка при пилении не забивалась. В итоге вот такая красота у нас получилась. Все садится на свои места идеально. Теперь можно сделать отверстие под винты фиксаторы. Немного магии монтажа и готово. По такому же принципу изготовил и вторую нижнюю опору. Для крепления верхнего узла за кадром изготовил такую деталь. Она позволит регулировать весь узел относительно ленточного полотна. Ее в свою очередь приварим к колонне из профильной трубы со сторонами 40 мм. Но сначала колонну немного выровняю. Сделал это настолько точно, насколько позволяет мое хоббийное оборудование. Здесь бы конечно не помешал плоскошлиф, но у меня его пока нет. Можно приваривать к ней кронштейн. Зачищать швы буду фибровым диском. Очень мне понравилось, как он работает. Далее изготовим крепление к колонне к раме ленточной пилы. Я посмотрел целую кучу видео про изготовление ленточных пил. И многие для этих целей используют профильную трубу с большим диаметром с наделками. Но это не мой случай. Если оборудование позволяет, то нужно делать хорошо. Приведем пластину 8 мм в презентабельный вид. Для этого хорошо подходит фреза с названием летучка или флайкаттер. Готово. Это будет основание. Ну а из этой пары заготовок изготовим пару хомутов. Самый простой, на мой взгляд, вариант избавиться от середины, это высверлить часть металла. А остальное отрезать болгаркой. Ну а дальше обработаем на фрезерном, так точнее и быстрее. Хомуты будут прикручиваться к основанию на винты и нужно сделать отверстие с резьбой М6. Делаю это на фрезере в паре за одну установку. Так будет точнее. Когда все готово, можно подсобрать узел для проверки. Отлично. Теперь сделаем отверстие для крепления к раме пилы и займемся стопором колонны. Стопор будет самый примитивный и, на мой взгляд, самый надежный. Для него в основании сделаем прямоугольное отверстие. Чтобы меньше работать фрезой, по кругу насверлим отверстие. Так сказать, высверлим. А потом обработаем края. Теперь остается только снять фаски и наша деталь полностью готова. Вот так выглядит этот узел сбори. Прижим этого пятака будет осуществляться при помощи винта. Но это уже будет в следующей части. Ну а пока ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. С вами был, как всегда, я Михаил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok